Добрый вечер! На календаре воскресенье 7 июня на канале общественного телевидения НКР первый летний выпуск русскоязычной программы Вестник. Сегодня в передаче. Видеоряд официальных событий. Эксклюзивная беседа с российским ученым Владимиром Захаровым о Пушкинском дне и Дне независимости России. Беседа с организатором внутреннего туризма в Арцахе Сергеем Андрианом. Итак, подробности анонсированных и некоторых других материалов. 1 июня президент НКР Араик Арацюнян направил поздравительное послание по случаю дня рождения премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В послании говорится «Многоуважаемый Никол Ваваевич, от имени народа власти Республики Арцах и от себя лично искренне поздравляю вас с днем рождения. Уверен, что объединив усилия и потенциал Армении и Арцаха и диаспоры в нынешних сложных и трудных условиях мы сумеем совместными усилиями успешно и эффективно решить стоящие перед нашим народом вызовы реализовать общенациональные программы». 1 июня президент Республики Арцах направил поздравительное послание по случаю Международного дня защиты детей. В послании говорится «Дорогие соотечественники, в основу государственной политики заложено в первую очередь стремление сделать завтрашний день наших детей более светлым и радостным, воспитать здоровое, развитое и творческое поколение в условиях надлежащего соблюдения их прав. Дорогие дети, все дни года принадлежат вам. Все наши надежды и усилия нацелены на вас. Желаю вам семейного тепла, беззаботного детства, мирного неба и дальнейших образовательных и творческих успехов. Всех вам благ». На уходящей неделе президент Республики Арцах Арай Картюнян подписал ряд указов о кадровых назначениях. Рудик Усунц назначен главным советником президента, послом по особым поручениям. Ливон Григорян назначен министром экономики и производственных инфраструктур. Ваграм Багдасарян назначен министром финансов НКР. Сиран Аветисян назначен министром юстиции. Давид Пагасян назначен председателем Комитета по государственным доходам. Глава государства утвердил правительственное решение, согласно которому Гайк Бахшиян назначен руководителем администрации Мартакерцкого района. Президент Артюнян подписал также ряд указов об освобождении от занимаемых должностей. Борис Алавердян освобожден от должности замруководителя аппарата президента. Юрий Айропетян освобожден от должности советника президента. Василия Таджанян освобожден от должности представителя президента по особым поручениям. 1 июня президент НКР Арайик Артюнян принял новоназначенного секретаря Совета безопасности Самвела Бабаяна. Президент Артюнян отметил, что ожидает активной работы, подчеркнув, что Самвел Бабаян в течение месяца должен представить предложение по новому уставу и новой структуре Совбеза. 1 июня президент Арайик Артюнян принял делегацию ЗАО «Электрические сети Армении» во главе с председателем Совета директоров компании Кареном Дарбиняном. Были обсуждены вопросы, касающиеся энергетической сферы. 3 июня в возрасте 86 лет ушел из жизни известный арцовский писатель-публицист Максим Уванисян. В соболезновательной телеграмме президента НКР Арайика Артюняна в семье писателя говорится, с глубоким прискорбием узнал о смерти известного писателя, публициста, журналиста, интеллигента и гражданина Максима Уванисяна. Максим Уванисян внес весомый вклад в дело организации арцахского движения, выражал чаяние и стремление арцахства в сложный и судьбоносный для нас период. Память о великом интеллигенте навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. 3 июня президент НКР принял членов фракции «Свободная Родина» объединенный гражданский альянс парламента республики. В ходе состоявшихся обсуждений было принято решение представить на рассмотрение парламента кандидатуру нынешнего прокурора города Степанакерта мэра Агаджаняна на должность генпрокурора республики. Начиная с пятницы парламентские фракции проводили встречи с мэром Агаджаняном. Избрание генпрокурора состоится на внеочередной пленарке национального собрания, назначенной на наступающий вторник. 4 июня президент Арутюнян принял мэра Степанакерта Давида Саркисяна. Был обсужден ход работ по ремонту квартир семей погибших воинов-освободителей, инвалидов войны первой группы. Президент отметил, что программа находится в центре его непосредственного внимания и необходимо предпринять все усилия для ее завершения в намеченные сроки. Араик Арутюнян заметил, что в ближайшие пять лет будут построены тысячи квартир, что позволит решить жилищный вопрос семей офицерского состава вышеуказанных социальных категорий и, самое важное, создать доступные условия ипотечного кредитования для реализации его предвыборного лозунга «Каждой семье отдельная квартира». В пятницу большая делегация во главе с президентом Араиком Арутюняном при участии министра территориального управления Армении Сурена Папекяна побывала в южной части Кашатакского района, присутствовала во время старта уборки гичменя. Араик Арутюнянов судил пункт своей предвыборной платформы о строительстве новой автомагистрали, которая через Кашатакский район соединит Гадрут с матерью Арменией. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товомасян 1 июня встретился в Ереване с председателем парламента Армении Араратом Мирзаяном. Артур Товомасян отметил, что посредством прошедших в Арцахе общегосударственных выборов в парламенте произошла революция, заверив, что новоизбранное национальное собрание заинтересовано в том, чтобы сделать сотрудничество с законодательным органом Армении более эффективным. Спикер Арцавского парламента подчеркнул необходимость активизации деятельности Межпарламентской комиссии по сотрудничеству и взаимодействия постоянных парламентских комиссий. Арцах будет в безопасности, если мы будем иметь стабильную Армению и мощную диаспору, констатировал Артур Товомасян. На следующий день в Ереване же состоялась встреча спикера Арцавского парламента с президентом Армении Арменом Саркисяном. Согласно утверденному Центральной избирательной комиссии НКР, решению в городе Мартуни 5 июля пройдут внеочередные выборы мэра города. 2 июня министр сельского хозяйства НКР Ашот Бахшиян посетил фонд содействия силу и сельскому хозяйству и представил нового директора фонда Гранта Сафариана. Вы смотрите программу «Вестник». Вчера отмечался Пушкинский день, посвященный дню рождения великого русского поэта, а 12 июня будет отмечаться День независимости России. Этим двум датам посвящена эксклюзивная беседа с российским ученым Владимиром Захаровым, который задержался в Арцахе по причине отсутствия транспортного сообщения, обусловленного коронавирусной пандемией. Владимир Александрович, общеизвестное изречение Григорьева, Аполлона Григорьева, о том, что Пушкин – наше все. А что для вас, Пушкин? Знаете, ну, во-первых, я хочу сказать, что 6 июня исполнилось 221 год со дня рождения Александра Сергеевича. И вы знаете, он явился основоположником нашего литературного языка. Он оказался тем человеком, поэзия которого вдохновило огромное количество писателей-поэтов как России, так и других государств, других национальностей. И мы знаем, что Пушкина переводили очень многие поэты и писатели и Армении, и Грузии, и других стран на свои родные языки. И есть очень удачные переводы, которые, знаете, звучат по-пушкински, то есть сохранена ритмика Пушкина. Туманян, зимний вечер. Да, вот поэтому в этом отношении, вот вы сами знаете, какие это прекрасные переводы. А лично для вас Пушкин? Вы знаете, для меня Пушкин, как для исследователей, это прежде всего его интерес к Кавказу, его любовь к Кавказу. И те истории, связанные с его пребыванием на Кавказе. Он был здесь дважды в 1820 году и затем в 1829 году, когда он совершил путешествие в Арзрум. Причем интересно, он его называл не Эльзерум, как называли турки, а называл по-армянски Арзрум. Поскольку я убедился в вашей безграничной любви к Пушкину, на скидку, Владимир Александрович, четыре строчки из Пушкина, которые первые приходят на ум. Я помню чудное мгновение, перед одной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Вы знаете, вот в этих строках любовь Пушкина к женщине. Она настолько вот четко прописана и очень тонко прописана. Нет никаких грубостей. Понимаете, такое ласковое и доброе отношение. Ну и Владимир Александрович, плавно перейдем от пушкинской темы, от Пушкина, символа России, к Дню России, который будет отмечаться через несколько дней, 12 июня. Сютчев еще говорил, что умом Россию не понять, аршином, в общем, не измерить. У ней особенное стать Россию можно только верить. Вы верите в Россию? Вы знаете, да, я верю в Россию. Если мы просто вот такой, знаете, бросим взгляд на прошлое России и на настоящее, да, Россия пережила очень большие потрясения. В разные времена. И народы, которые жили на территории Российской империи, потом Советского Союза, они тоже жили далеко, не все гладко все проходило, не все мирно было. Были очень сложные проблемы, которые были устроены тем же Сталином. Я, конечно, тоже расстроен, как и большинство населения Советского Союза, событием 91-го года. Эти Беловежеские соглашения, которые вылились в предательство, предательство, причем оно было сверху, предательство коммунистической партии, понимаете, которая была, так сказать, как бы ведущая и оплот был всех. Но они первые предали, они первые продались. И все эти подонки, Горбачевы, многие-многие другие, вот, это люди, которые совсем не думали о стране, о народе. Это все были какие-то, знаете, такие разговоры, это восклицания, которые они должны были говорить. Но то, что произошло, то произошло. История не имеет повелительства, слогательного наклонения. Когда была проразглашена независимость России, то этот день стал отмечаться как праздник, как День России. И мы, конечно, отмечаем его, потому что мы вспоминаем и прошлую свою историю, и говорим о будущем. И в связи с этим ваши пожелания России, и в том числе в контексте дружбы с Арменией, с армянским народом? Поэтому, знаете, я хочу, чтобы в России был мир, чтобы люди думали о добром. И чтобы правители России, какие бы они ни были, когда бы они ни были, чтобы они думали о народе прежде всего. И в этой связи я хочу сказать, что наши отношения российские, армянские народов, это не то, что там наверху. Понимаете? У них там свои какие-то тараканы, а мы были и есть всегда дружественные, расположенные. В эфире программа «Вестник». Безусловно, в условиях, диктуемых коронавирусной пандемией, непомерно возрастает роль и значение местного внутреннего туризма. Именно об этом следующий сюжет «Вестника». Андриан Сергей Ринаевич родился в городе Степанакерте, окончил Степанакерскую школу номер 3, Иркутский госуниверситет по специальности юриспруденция. Долгие годы работал в Иркутске адвокатом, занимался предпринимательской деятельностью. В 2018 году вернулся на родину. Работает начальником отдела по предоставлению услуг туризма и отдыха компании «Арцах лес». Владелец туркомпании «Эко-травел Арцах». В настоящее время внутренний туризм в Арцахе продвигают и развивают не только госструктуры, но и отдельные лица организации. К примеру, Арцахский акцент, в чью фирменную майку я облачен, а также Сергей Андриан, мой собеседник сегодняшний. Сергей, с чего начались твои путешествия в мир природы Арцаха или, как ты любишь говорить, в красоты Арцаха? Вообще история моих путешествий имеет глубокие корни. То есть это началось еще в далекие школьные времена. С класса 4-го меня старший брат пригласил в группу туристов. Тогда все были старшие поколения, да, ребят. Я был один среди них, самый младший. И вот 4-го класса я с рюкзаком на спине уже покорял просторы нашего Карабаха-Арцаха. И это в дальнейшем как бы предопределило всю мою вот такую вот судьбу. И я углубился в это дело, полюбил природу. И всю свою жизнь, сколько я себя помню, я путешествую. Горы, леса, реки, там, не знаю, уже даже перешел в стадию каких-то выживаний. Прошел школу выживания в Сибири. Я мечтал об этом, что когда-либо я должен вернуться сюда и пройти все то, что прошел ранее, заново уже взрослым взглядом, взрослыми глазами. Второй вопрос касается компаньонов твоих и кого с собой берешь в поход. Ведь мы помним, как у Высоцкого не всякого берут с собой, правда, в дорогу. Кого берешь? Изначально сильно таких уж желающих и не было идти в горы. Я занимался этим сам, один. И постепенно так получилось, когда я начал все это афишировать, все это показывать, места, куда я иду, люди загорелись с желанием, то есть пройти со мной маршруты. Ну и я, честно говоря, был рад этому и никому никогда не отказывал. В принципе, в зависимости от того, как подготовлен человек, я водил походы соответствующего уровня сложности. А на самом деле я очень люблю лазить по горам, то есть горы для меня это все, и я просто без них не представляю себя. Вот, я поднимаюсь на любые высоты, и в планах у меня, как Арцах закончу, я перейду все высотки Армении до Арарата. Есть партнеры организации? Меня, скажем так, поддерживают фонд наследия. Некоммерческая организация Арцах Антар, Арцах Лес, помогает. Ну и, естественно, есть друзья, которые, если где-то что-то, мне необходимость в этом есть, всегда протянут руку помощи. В целом, все делается на энтузиазме, на свои средства и, скажем так, на свои силы. Больше ни на кого я не рассчитываю, потому что принцип у меня такой. Прежде чем мы посмотрим кусочек, фрагмент одного из фильмов, которые ты любишь снимать и показывать в соцсетях, хотелось бы просто поинтересоваться любимое место, живописное место, может, какой-то ландшафт в Арцахе. В Арцахе вообще очень много красивых мест. Даже, я бы сказал, одно место краше другого. Один из последних моих походов – это водопад в лесах Айгистана. Вот я назвал водопад «Виктория», потому что это такой один из красивейших водопадов. И он мне так понравился, потому что спонтанно это название пришло. Задача моя – показать людям то, что скрыто от всеобщего обозрения, от всеобщих глаз. То есть я не считаю, что нужно показывать именно вот те 10 топ-достопримечательностей, которые у нас имеются и которые все знают об этом. Я показываю то, о чем многие, большинство, не знают. И ищу, нахожу такие монастыри, исторические памятники и достопримечательности, которые спрятаны в глухом лесу. Кстати, здесь прямо под нашим носом, можно сказать, в шаговой доступности, это каньон Нот, где зонтики – это тоже чудо природы. Сам Кушинский район. Одно из красивейших мест. Если, допустим, даже я куда-то за эту неделю не собираюсь идти, то я обязательно бываю там. Отсюда виды такие открываются. Это вообще что-то. Но участок очень опасный. Адреналин зашкаливает. И в то же время это как бы заряжает. Очень круто здесь. Для тех, кто любит пощекотать свои нервы, любит экстрим, я рекомендую побывать здесь. Ну и в конце нашей беседы, какие планы на будущее? Планы на будущее у меня, конечно, есть. И они очень весомые, большие. Задача моя – привлечь сюда как много, можно больше туристов. Кстати, у меня на май-июнь было порядка, очень много на этот год записано групп, которых я должен был принять. И я уже радовался этому, что у меня вот такая возможность уже появилась. Были записаны, даже уже переговоры были полностью проведены. Но тем не менее, эта пандемия внесла свои какие-то коррективы. Вот это печально, конечно. Рассчитываю на то, что хотя бы в июле, может быть, сюда приедут туристы. Я открытый, готов любому показать такие места, от которых они обалдеют. Завершить сегодняшний выпуск программы «Вестник» хочу выложенной жителем города Мартакерта Артемом Атабикяном в соцсети Facebook фотографией. Артем снял свою маму Валю Багманян, занятую засолкой на зиму различных трав. А я, дорогие зрители, прощаюсь с вами. До следующего воскресенья, 14 июня. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин